США и их союзники досрочно вывели свои войска из Афганистана, предоставив марионеточному кабульскому правительству разбираться с радикально-исламистой группировкой Талибан, запрещенной в РФ, самостоятельно. Впрочем, это не совсем так. Единственный из стран-членов НАТО, которая оставила своих военных в афганской столице, это Турция. Но на что рассчитывает султан, когда Кабул будет окружен и взят в осаду талибами? Зачем он сам подставляет своих военных под неминуемое поражение от боевиков и унизительное бегство с последним самолетом? Как это все надо понимать? Быть может, напротив, это хитроумный турецкий президент вновь всех переиграл. Давайте еще раз внимательно посмотрим на ситуацию, складывающуюся в Афганистане. Да, талибы успешно продвигаются вперед, занимая оставленные иностранными интервентами и правительственной армией населенные пункты. По утверждениям самих радикальных исламистов, они контролируют уже порядка 85% территории страны. Местные силовики либо дезертируют, переходя границу сопредельных государств, либо сдаются на милость победителей. Падение Кабула представляется неминуемым. Но так ли это на самом деле, формальная численность боевиков Талибана оценивается в 70 тысяч человек, но реально активно задействована, по некоторым данным, порядка 40 тысяч. Этого достаточно для того, чтобы разбить слабомотивированную кабульскую армию на конкретном ТВД, однако этих сил никак не хватит для последующего контроля над захваченными, освобожденными регионами. Если называть вещи своими именами, успех Талибов в основном объясняется тем, что разноплеменные общины Афганистана попросту не оказывают им никакого сопротивления, принимая как местную альтернативу иностранным оккупантам и коллаборационистам. Так сказать, поживем, увидим. Там, где боевикам оказывается реальное сопротивление, их дела идут не столь блестяще. На некоторых участках правительственная армия даже смогла остановить наступление и вернуть контроль над некоторыми уездами. Да, в целом перспективы официального Кабула выглядят крайне плачевными, и самостоятельно ему точно не устоять. Если только в игру не вмешается третья сила. А она уже обозначилась. Это Турция, которая не спешит выводить свои войска, стоящие на охране аэропорта столицы Афганистана. Но на что вообще рассчитывает султан? Какую игру пытается вести Анкара? Ливийский сценарий, давайте вспомним тот трюк, что совсем недавно провернул президент Эрдоган в Ливии. Воинство фельдмаршала Хафтара уже стояло под Триполи, и все считали дни, когда падет правительство национального согласия. Но оно не пало, поскольку в дело вмешалась Турция. Анкара заключила с Триполи соглашение о военно-техническом сотрудничестве и направила туда свой флот и армию, а также сирийских боевиков. Подпираемые стыла профессиональной турецкой армии, оснащенной тяжелыми вооружениями и авиацией, пришлые бородачи смогли быстро отогнать от ливийской столицы местных бородачей. Взамен ПНС Фаиза Сараджа подписала с Анкарей меморандум о разграничении богатого углеводородным сырьем континентального шельфа в Восточном Средиземноморье в пользу спасительницы Турции. Теперь возвращаемся в Афганистан. Эта страна давно представляет большой интерес для многих внешних игроков из-за своего удобного стратегического положения, а также большого количества природных ресурсов – меди, золота, нефти, газа, урана, лития и других полезных ископаемых. Также через его территорию должен пройти газопровод ТАПИ из Туркменистана в Пакистан и Индию. С точки зрения экономики и геополитики, Афганистан – это довольно интересное место. И что же может учудить на этот раз султан? Ну, например, он может заключить соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Кабулом, что для последнего является соломинкой перед утопающим. Можно представить себе, насколько кабальными будут условия концессий, которые придется подписать афганским властям в качестве благодарности за спасение. Далее Турция может перебросить в Кабул своих военных тяжелую технику, истребители и ударные БПЛа. Основные боевые действия, как и в Ливии, также будут вести боевики из Сирии. Освобождать весь Афганистан султану смысла нет, достаточно показать талибам невозможность взять Кабул силой, а значит, получить всю полноту власти в стране и легализоваться на международном поприще. То есть, туркам нужно будет только удерживать столицу и ее окрестности, как это было в Ливии. Как только Талибан убедится в серьезности намерений Анкары и невозможности победить военной силой, они могут сесть за стол переговоров и достичь некоего соглашения о разграничении сфер влияния, возможно, о создании переходного правительства с участием обеих сторон под кураторством Турции. Второй вариант предполагает, что Турции не удастся удержать Кабул, и эвакуироваться ее военным все же придется. Вопрос в том, что будет дальше с афганскими властями. Война закончена, всем спасибо? Нет, не так быстро. Но разве будет хитроумный султан упускать из своих рук такую возможность? С высокой долей вероятности можно предположить, что из павшего Кабула официальное правительство будет эвакуировано в Турцию, где станет афганским правительством в изгнании. И не стоит недооценивать этот геополитический инструмент. Допустим, Талибан взял под контроль всю страну, навел свои порядки, и затем приступил к экспансии идеи радикального исламизма, далее, в соседний Пакистан, КНР, Иран, нашу Центральную Азию. И тогда Турция, приютившая у себя официально признанный ООН правительство Афганистана в изгнании, объективно становится новым центром антиталибской коалиции. Анкара получит полное моральное право зазывать к военно-техническому сотрудничеству все бывшие советские среднеазиатские республики, актуализируя идею создания объединенной тюркоязычной армии Великого Турана. Не исключено, что турецкие военные базы могут появиться в Узбекистане и даже в Пакистане, с которым у Турции в последнее время сложились самые теплые отношения. Если так посмотреть, то Анкара при любом раскладе оказывается в выигрыше, а султан Эрдоган имеет право считаться одним из самых эффективных геополитиков современности.